Что мы сегодня будем обсуждать? Ну, начнем мы с вами с эволюционных теорий. Вообще, одна из таких ныне обсуждаемых, бурно обсуждаемых дискуссий, это не то, что теория происхождения цветка, а вообще, а каков он был самый-самый первый цветок? Потому что с развития молекулярной биологии, с развития, соответственно, и приходом молекулярной биологии филогению, конечно, подвинулись представления о том, кто, условно говоря, более древние группы, клады, кто более современные, но тем не менее это не отменяет того факта, что до сих пор нет такого вот прям четкого представления о том, какой уже был древний цветок. К чему я сейчас все это долго рассказываю? А к тому, что те теории, которые я вам буду рассказывать, они такие классические, устоявшиеся, они немножечко по-разному говорят о том, что такое цветок и как он выглядел. Начну сразу с конца, а именно расскажу о статье, которая вышла в журнале Nature, наверное, года три назад. Это статья, в авторах которой значилось, по-моему, 50 человек. Это правда так, это была очень-очень большая команда. Чем они занимались? Это была международная команда, в частности, туда входили и наши ботаники с кафедрой высших растений МГУ, и в частности, нынешний заведующий кафедры ботаники Дмитрий Дмитриевич Соколов. И что они делали? Что делали эти команды? Они проанализировали строение цветков всех групп. То есть, представляете, какой это объем работы? Гигантское количество диаграмм. Дальше они все это усредняли и, в общем, они вывели по филогении. В процентном соотношении они выяснили самые-самые древние группы, какие цветки имели. Это был, условно говоря, простой околоцветник или сложный околоцветник. Цветки там были какого-то, лепестки были белого цвета или не белого. Сколько было тычинника и так далее. В общем, они создали вот этот вот цветок самый-самый древний. Выяснилось, что есть растения на земле, которые имеют очень-очень схожий цветок по строению. Ну, в общем, сейчас буду рассказывать, какие это конкретно растения. Начнем мы с вами с самой такой основной теории. Ну, не основной, а такой базистной, что ли. Не знаю. Это тыломная теория Вальтера Циммерномана. Мы с вами уже ее встречали. О чем рассказывает эта теория? О том, что, соответственно, древнее растение имело определенные части. Где вот это вот, а, ну, фломастер, да. Соответственно, имело надземную часть и подземную часть. Она состояла из очень-очень специфических частей. Соответственно, верхняя часть называлась телом. О, кстати, зайки мои, мы же с вами это обсуждали. Вопрос. Чем телом отличается от талома? Чем телом отличается от талома? Так, а я вот сейчас задумалась. Талон же 2L. Я это вам рассказывала, когда мы говорили, по-моему, про побег. Про эволюцию побега. Я вам это рассказывала. Итак, чем телом отличается от талома? Так, кто-то что-то написал. Давайте посмотрим. Возможно, это только у меня, но вас очень тихо слышно. Ребята, меня хорошо слышно или тихо? Нормально слышно. Нормально. Хорошо, ладно. Значит так, помним, что талом – это, соответственно, тело, растение, которое имеет специализированные органы для определенных вещей, состоящие из специализированных тканей и так и далее. В принципе, талом – это очень-очень похоже на талом, но просто талом – это тело надземных растений. Тело, соответственно, всех тех растений, которые вышли на сушу и ведут на земный образ жизни. У них это все называется талом. Вот и все. Просто такая особенность. И, как вы понимаете, таломы надземных, уж извините меня за систематически неправильный термин, высших растений, просто мне так проще. Тело надземных, высших растений, оно, конечно, сильно отличается от тела, соответственно, низших растений, я имею в виду водоросли. Еще раз повторюсь, с точки зрения систематики классификация на низшие и высшие растения некорректна. Но уж простите меня за то, что у меня это как-то в голове очень сильно отложилось. К высшим растениям, соответственно, относятся все надземные. Это сосудистые растения, это споровые растения вот туда. А все, что мы относим к водорослям, это, соответственно, низшие растения. Но, как вы понимаете, сейчас даже слово «водоросль» – это не очень и корректно. Так вот, тело надземных растений, оно сильно отличается от тела подземных растений. И если мы продолжаем говорить в этом контексте, то появилась необходимость ввести новый термин, и этим новым термином стало слово «телом». Поэтому теория называется «теломной». Вся эта преамбула нужна была к тому, чтобы вы максимально четко рассмотрели этот рисунок и увидели, что будущая побеговая часть дихотомически делится. Соответственно, делятся на мезомы, да, вот эти мезомы. Соответственно, мезомы могут быть стерильными или могут быть фертильными. И вот эта вот фертильная часть в будущем давала цветок. Итак, цветок с точки зрения теломной теории – это репродуктивный побег особого типа, который развивается параллельно вегетативной части растения. Собственно, вот эти вот фертильные части давали в будущем цветок. Вот о чем говорит теломная теория. Но они не просто давали цветок, они особым образом срастались друг с другом, что в итоге приводило к формированию цветка. То есть спорофилы образовывались из фертильных теломов, которые заканчивались парангиями, ну это понятно, тычинки – это четыре сросшихся телома. Помним, да, что у тычинки, у нее, значит, тычинка состоит из двух пыльников, но каждый пыльник состоит из двух пыльцевых гнезд, да, поэтому тычинки – это четыре сросшиеся телома, а споранги которых тоже срослись. Более сложные, но похожим путем возникали плодолистики. То есть все, весь цветок – это срастающиеся друг с другом вот эти вот фертильные теломы. Вот о чем говорит нам теломная теория. Другая, не теория, а как бы продолжение этой теории и развитие этой теории в контексте исследования проводящей системы была проведена тоже нашим соотечественникам Львом Мельхиседековичем Кричитовичем, который выпустил очень интересную книгу, которая называется «Вопросы эволюции растительного мира». Как вы видите, это, значит, 52-й год издания. Что делал Лев Мельхиседекович? Он внимательно исследовал проводящую систему энного количества цветков, принадлежащего к разным семействам. Понятно, что филогенея тогда с молекулярной точки зрения не была так сильно раздвинута, продвинута и так далее, но тем не менее эволюционно было понимание, что, ну, вот, скорее всего, вот эти группы, да, они вот исходные, а вот эти – нет. В принципе, молекулярная систематика, да, вот молекулярные методы систематики очень сильно ботаническую систематику не подвинули. В отличие от такой группы, которая была гигантской сборной солянкой, простейшей. В простейшей там все поменялось, там и у водорослей сильно все поменялось. В общем, там много чего поменялось. А вот в ботанике глобальных каких-то сдвигов принципиальных не произошло. Поэтому исследования Льва Мельхиседековича до сих пор актуальны. В принципе, о чем они говорят? Ну, во-первых, они внимательно отслеживают то, как происходило, происходит питание тычинок, лепестков и так далее. И было выяснено, что тычинки, они с лепестками очень-очень схожи. То есть, проводящая система тычинок находится очень-очень близко с проводящей системой лепестка. И в итоге выясняется, что исходно они являются сестринскими. И это происходит... С одной стороны, это можно воспринять как подтверждение талонной теории, потому что там типа все срасталось. С другой стороны, можно подумать, что... А может быть, как бы тычинка и лепесток слишком очень похожи, потому что они развились в эволюции из чего-то они одного, а не сросшегося друг с другом. Поэтому исследования Льва Мельхиседековича, они как бы так вот довольно сильно повлияли на представление о том, на теорию. И благодаря этим исследованиям, в частности, им тоже возникло... Ну, не возникло, а как бы появилась другая теория, которая говорила о том, что все-таки и тыломная теория права, и на самом деле какая-нибудь филиарная теория Гёта тоже права. И, в принципе, все это окончил, все эти исследования... Ну, не окончил, а как бы так очень красивую точку поставил бывший заведующий кафедрой ботаники и бывших растений господин Тихомиров. Я тоже сейчас о нем буду рассказывать, просто я к тому, насколько важны все-таки вот эти вот исследования Льва Мельхиседековича. Почему я вообще вам про него рассказываю? Следующая теория, старая, одна из старейших теорий, это филиарная теория Гёта. И, казалось бы, она была разработана еще аж там в предыдущем даже... Ой, это уже не предыдущий. Это уже не предыдущий. Да, давно, в общем, несколько веков назад. Но, тем не менее, именно благодаря этой теории я зависаю. Печалька. А я сильно зависаю? Ну, в общем, я попробую. Вы даже не зависаете. Это что-то с интернетом. Ну, понятно, ладно, хорошо. Так вот, благодаря этой теории, благодаря этой филиарной теории, мы до сих пор кладем в основу диаграммирования цветков именно филиарную теорию. Энное количество веков назад была она сформулирована, но до сих пор мы ее используем. Собственно, о чем говорят в филиарной теории? Что все части цветка – это листья. А дальше мы с вами вспоминаем исследование Льва Мельхиседельковича. И как бы получается, что его исследования частично подтверждают эту филиарную теорию. Но также они могут подтверждать и тыломную теорию. Так что вот очень интересно. Значит, что такое цветок с точки зрения филиарной теории? Это видоизмененный побег с ограниченным ростом, приспособленный для осуществления всех процессов, обеспечивающих семенной размножение растений. Прекрасное определение. Мне, на самом деле, оно очень нравится, потому что, ну, как-то сухо по делу, четко и факты. Дальше. Что нас еще интересует? Нас интересует другая теория, псевдантовая теория, которая говорит, что цветок – это компактное собрание нескольких стробилов. И тут мы должны вспомнить, кто же такие стробилы. Итак, вопрос к вам. Кто такие стробилы и где вы встречали это слово? Ну, зайки мои, слово стробил. У папоротников. Хорошо, у папоротников. А вот ближе, если не папоротники брать в эволюцию, а если кого-то поближе брать? Ну, такие с шишками живут товарищи. Нет. Голосеменные, конечно. Елки? Да, елки, конечно, елки. Да, там есть микростробилы, макростробилы, вся вот эта вот история. Собственно, псевдантовая теория, она не заглядывает так глубоко, как, например, какая-нибудь тыломная или фолиарная. Псевдантовая теория, которая разработана Рихардом фон Ветштейном, она говорит о том, что, ребят, ну, вот самая ближайшая группа по систематике к цветковым растениям, это, конечно же, голосеменные. У них вообще хоть что-то, может быть, похоже на цветок? Ну, как-то не очень. Но если внимательно присмотреться и подумать, что, ага, а если вот определенным образом расположить вот эти вот микро- и макростробилы друг с другом, их-то там объединить или как-то разъединить, то очень-очень может быть что-то похоже на цветок. Потому что вспомним, да, вот эти вот кроющие чешуи у шишек, которые прикрывают эти семизачатки. А чего бы их не закрыть, не прикрыть? Плюс есть еще дополнительные чешуи. А чего бы их не превратить в лепестки? И в итоге постепенно можно прийти к выводу о том, что цветок – это компактное собрание нескольких стробилов, там, сросшихся, не сросшихся, неважно. И тогда в этом контексте псевдантовая теория оказывается очень-очень привлекательной. И дальше в эту же копилку идут археологические раскопки, такая палеоботаника, которая рассказывает нам о том, что раньше, давно-давно-давно существовали очень интересные растения, относящиеся к габинетитовым, ископаемым, ныне уже неоживущим. Это супер-супер самые-самые древние голосеменные. И у них было, при раскопках было найдено что-то очень-очень похожее на будущий цветок. Ну, потому что если вот воображение, значит, чтобы оно разыгралось у вас, вы прям хорошо можете представить, что вот эта вот картиночка потом перерождается в цветок. Итак, что мы имеем? Мы имеем микроспорофилы, да, которые располагаются, и тут мы вспоминаем папоротники, да, на таких вот интересных выростах, которые напоминают нам вайо. Вспомним вайо папоротников. Вот это у нас будет рахис, да, то, что я сейчас обрисовываю, это у нас будут перышки, ну, прям вая-вая. А то, что на конце микроспорофил, ну, бывает. В конце концов, помним, да, почему вая называется вая, почему мы не можем назвать листья папоротников листьями в понимании, там, каких-нибудь покрытосеменных растений? А потому что вая обладает неограниченным ростом. И кто мешает вот этому перистеме на окончании ваи переродиться в генеративную меристему и сделать микроспорофил? Ничего не мешает. Вот она так и делает. Дальше. Что у нас по центру? По центру у нас такая горочка, да, которая представляет из себя собрание мегаспорофилов. Класс. Мегаспорофилы. Там, значит, у нас образуются мегаспоры, мегаспорогенез, а потом, что бы и не превратиться в гометогенез. В общем, замечательно. Будущий пестик. Чего бы и нет. А вот то, что у нас в основании, да, прикрывает все это. Это будущие лепестки. И получается, что псевдантовая теория, которая была разработана, потом была подтверждена как бы находками палеоботаников. И то, что казалось очень странным, оказывается, что, ну, вообще это возможно. Да, и что потом говорит эта псевдантовая теория? Она говорит о том, что, ребят, ну, все очень логично. Дальше были проведены срезы у бенетитов. И что было найдено? Значит, были найдены как бы женские стробилы, да, которые представляли себе очень интересную штуку. Значит, вот это вот, вот это вот у нас, значит, мегаспорофил. Мегаспорофилы, да, вот они-то, раз, два, три, четыре. Эти мегаспорофилы чередуются с такими прокладочками, стерильными прокладочками, ну, чтобы эти мегаспорофилы друг с другом не соприкасались. Вот внутри, соответственно, располагаются семизачатки. Все это прикрыто еще дополнительными чешувами. Ну, ребят, ну, пестик. Ну, в смысле, зависть вообще замечательная, плодолистики. Все прям супер. Чего бы и нет. А потом дальнейшие исследования показали, что, ну, очень-очень похожая структура встречается у ныне живущих растения, например, магнолии. Помните, я вам в самом начале рассказывала о статье в журнале Nature о воспроизведении самого древнего цветка. Так вот, исследование такой большой группы ученых Матаника привели к тому, что цветок магнолии, который здесь изображен, скорее всего, по структуре является самым-самым древним. То есть, скорее всего, самые-самые древние цветки выглядели именно так. Как вы понимаете, самый древний цветок был не круговым, а спиральным. То есть у них все части листа располагались по спирали в большом количестве. Потому что вот эта вот структура, которая здесь нарисована, вот это вот все, она тоже располагается все по спирали. Получается, как бы, псевдантовая теория, она такая вот очень-очень-очень адекватная, оказывается. Из псевдантовой теории вытекла эвантовая теория, которая приняла тот факт, что магнолииды, магнолииды – это гигантская систематическая группа растений, в частности, в основе которых лежат, как вы понимаете, магнолиевые. Она, эвантовая эта теория, брала вот за основу. Она как бы вытекала из псевдантовой и говорила о том, что цветок – это особо репродуктивный побег, возникший в результате преобразования стробила древней голосемены. То есть, еще раз, псевдантовая теория, разработанная Витштейном, она довольно старая, начало 20 века. И она как бы не подтверждалась палеоботаническими исследованиями. То есть, когда она разрабатывалась, Бенетитовы еще, по-моему, не были найдены. Но тут я могу ошибаться. Но, по-моему, она не опиралась на исследования Бенетитовых. Потом были найдены Бенетитовые. И на основе этого была расширена и углублена вот эта псевдантовая теория. У нас появилась эвантовая теория, которая сейчас не то, что является основополагающей, но вот очень много подтверждений идет в контексте эвантовой теории. Вот. О чем она говорит? Что такое древний цветок? Значит, на конической оси, на цветоложе, цветоложе, то есть, выглядела не как такая площадочка, а вот как некий такой конус. По спирали располагались, соответственно, части цветка. То есть, древний цветок, он спиральный. И там же располагались, соответственно, микроспорофилы, мегаспорофилы, которые постепенно с течением эволюции преобразовывались в тычинки и плодолистики. Вот. Ну, да. Вот тоже это фотографии, соответственно, цветка магнолии, немножко других вариантов. Ну, тычинки и плодолистики возникли, соответственно, из микро- и мегаспорофилов, это понятно. Листочки околоцветника возникли из тычинок или вегетативных верхушечных листьев, вспоминаем, бенетитовые. Ну, в общем, все довольно подробно объясняется. Но даже и у этой теории, которая сейчас находит много подтверждений, есть проблема. Ну, во-первых, у бенетитовых завязей, как таковых, нет. То есть, там можно предположить, как они образуются, но доказательств этому нет. Защита семизачатков достигалась за счет стерильных чешуй вокруг них, а не формированием вот этой камеры завязи плодолистика. Ну, тоже непонятно, как, например, палочка видна и мегаспорофилы. Помните, они так раз и на конце семизачатки. Вот как? Как вот это превратилось в плодолистики, которые мы с вами привыкли видеть. Как вот это превратилось вот в это? Ну, собственно, тоже непонятно. Ну, то есть, можно предположить, но переходных-то, переходных форм не найдено. Вот что проблема. Ну, в общем, и там много-много-много вопросов. И тут мы плавно переходим к нашему многоуважаемому Вадиму Николаевичу Тихомирову. Ну, для нас, как для меня, как для представителя московской школы ботаники, как для человека, который энное количество времени... Ну, я слушала энное количество курсов на кафедре ботаники высших растений, и я активно работаю с литературой, профессурой, соответственно, кафедры высших растений. И Вадим Николаевич – это, конечно, такая легендарная личность. Помимо того, каким он был человеком замечательным, он был еще и прекрасным ученым. Так вот, Вадим Николаевич, проведя гигантские исследования длиною, на самом деле, почти во всю свою жизнь, основываясь на большом количестве экспериментов, как своих коллег, так и зарубежных ученых, так и непосредственно своих исследований, в принципе, он подтвердил, ну и для меня как-то он очень... все очень разложил по полочкам, и говорил-то он следующее, что все это гигантское, поразительнейшее разнообразие цветков делает невозможным попытки свести их к одной исходной модели. Да, мы, как люди, все стремимся разложить по полочкам. Мы все хотим привести к какой-то единой, красивой, замечательной теории, которая объяснит нам все. Но, к сожалению, это невозможно. И весь биологический мир, животный, растительный, бактериальный, грибной, неважно какой, доказывает нам, что все наши попытки жесткой систематизации разбиваются о какой-нибудь там вид, подвид, который, ну, вообще на голове не держится. То есть с точки зрения там какой-нибудь молекулярной филогении, он должен быть родственником капусты. А выглядит он вообще не как капуста. Ну, я вообще молчу про карпологию, про то, как выглядят плоды, как они формируются. Там вообще черт ногу слон. Так же и с цветком. Когда мы говорим про морфологию там побегов, листьев, корней, про их анатомы, все прекрасно, все замечательно. Там более-менее все работает, вот наша схема. Но как только мы погружаемся в генеративную сферу растений, там же черт ногу слон. Там все, ну, если еще цветки как-то там можно подвергнуть какой-то там системе, то с плодами очень все проблематично. И как только мы пытаемся это уложить в какую-то теорию эволюции, очень сложно. И, в принципе, Вадим Николаевич, о чем он говорит, что, ребят, ну, во-первых, нельзя думать, что был какой-то один древний цветок, и из него все произошло. Что можно сказать? Что, скорее всего, морфогенетические ряды цветков от одной исходной формы к другим переходили к какими-то производными типами. То есть какие-то скачкообразные, скачкообразная какая-то эволюция. Там одновременно сформировалось несколько, потом это сюда ушло, это туда ушло. Ну и, скорее всего, первые цветки не похожи на современные. Да, Ивантовая теория говорит о том, что самые древние цветки из нынешивущих – это магнолеиды, то есть, например, у магнолий, но кто сказал, что это один из самых древних цветков? Поэтому я не могла не перевести, конечно же, исследования и такие тезисы Вадима Николаевича. Но к тому же у Вадима Николаевича много очень интересных трудов, и в частности вот этот вот определитель Губанова, вот этот черненький такой определок, который мы до сих пор используем. Он под редакцией Вадима Николаевича Тихомирова. Ну, он такой прям очень адекватный, простой, не суперсложный, в общем, замечательный. Так, поехали. Я не думаю, что мне нужно особо долго останавливаться на том, какие части есть у цветка. В данном случае скажу, что цветок состоит из двух сфер, две сферы цветка. Соответственно, есть вегетативные сферы цветка и генеративные. Ну, как вы понимаете, генеративные относятся к пестики и тычинки, а вот к вегетативной относятся все-все-все оставшиеся. Ну, да, пестик состоит из завязи столбика рельса, столбика или стилодия. Чем они отличаются, соответственно, поговорим тоже отдельно. Ну, и тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. Когда мы будем обсуждать цветки, мы с вами будем обсуждать не только морфологические составляющие, но и анатомические. Я тоже вам буду показывать иное количество срезов. Ну, вот она во всей красе, генеративная сфера цветка. Это у нас цветок лилии. Все, думаю, помнят, как пахнет лилией. Очень так мощно и замечательно. Вот, ну, такой вкусненький, мохнатенький этот рыльце, пестик. Вот, но она, конечно, генеративная сфера может выглядеть по-разному. Это могут быть отдельные тычинки с пестиками, никак не соединенные. Может быть, наоборот, когда тычиночные нити срастаются в трубку и обнимают, соответственно, столбик. Ой, как же это, ребята, как называется это? Чайная роза? Чайная роза. Ой, нет, не чайная, а китайская роза. О, латынь забыла. Сегодня пыталась вспомнить. Да, китайская роза. Сейчас, как-то, или чайная. Гибискус, Даша, спасибо, гибискус. Да, да, да. Это, собственно, цветок гибискуса. Да, да, спасибо большое. Мы сегодня пытались на практику вспомнить это слово. В смысле, я пыталась. Ну, и безуспешно совершенно. Да, это цветок гибискуса. И вот у них такая вот штука интересная происходит. Ну, давайте немножечко о терминологии. Итак, ну, про цветоножку и цветоложи, я думаю, понятно, да, что цветоножка – это побег, несущий пазушный цветок. Как вы понимаете, с этой точки зрения, с точки зрения этой терминологии, если у нас цветок терминальный, то, как таковой, цветоножки нет. Потому что там стебель, который несет цветок, он же и несет и обычные там листья какой-нибудь срединной формации. Поэтому называть это цветоножкой, ну, как бы не совсем корректно. А вот непосредственно цветоножка – это тот побег, который именно пазушные цветки несет. Цветоложа тоже понятно. Это осевая часть цветка, на которой располагаются все части цветка. Цветоложа может быть, соответственно, там плоским, может быть коническим, выпуклым. Ну, в общем, все эти разные интересные штуки. Андроцей. И вот здесь вот надо остановиться. Андроцей – это совокупность всех тычинных цветка. Да, то есть все мужское в цветке. Агенецей – это совокупность всех плодолистиков. Мы отдельно будем говорить о том, что такое плодолистик, как они формируются. Но вы запомните, что генецей – это совокупность всех плодолистиков. Не пестиков, плодолистиков. Ну, и давайте сразу в бой. И сразу со сложненького. Скажите мне, пожалуйста, на что указывают стрелки. Это, сейчас, это… А, по-моему, как раз это гибискус. Нет, не гибискус. Ребята, а из чего делают крокодэ? Как называется растение, из которого крокодэ делают? Гранат, околоцветник. Сейчас, это не цветки граната, ребят. Это… Да ладно, нет, зенят, не крокодэ это называется. Крокодэ – это чай. Так, в общем, гугл в помощь, я поняла. Я уже несколько раз натыкаюсь на вот эту часть своей презентации и каждый раз себе говорю, что нужно обязательно подписать растение. Розелла, да, точно, да. А, суданская роза, гибискус. Да, это все-таки гибискус. Да, это гибискус. Дело в том, что гибискусов много разных, а, соответственно, конкретно крокодэ делается из вот этих вот сочных частей особого гибискуса, гибискуб сабдарифа, сабдарифа, да, или другого называется суданская роза. Кирилл Прав, да, он пишет в чате, что это чашелистики, которые срослись, но это не просто чашелистики, которые срослись. Это особая часть. Сейчас, по-моему. Ну, ладно. Ну, вот здесь она хорошо видна. Я думаю, что вы уже прочитали, походу, что там написано. На что указываются желтенькие стрелочки? Это, соответственно, не гибискус, это уже, по-моему, у нас какой-то кактус, что ли. Нет, не кактус, кто-то другой. Это гепантий. Гепантий – это особое образование, которое представляет из себя разросшиеся края цветоложа. Но это не все цветоложа разрастается, а разрастается конкретная часть. Давайте перелистнем на несколько слайдов назад. Ну, вот смотрите. Когда мы говорим, что, ну, фактически, если я буду обрисовывать цветоложа, то на этой картинке цветоложа ограничивается вот такой вот фигурой, полукругом. Но есть особое место в цветоложи. Здесь оно, конечно, не очень хорошо прорисовано. Ну, условно говоря, вот эта вот краевая часть. Ну, как вы понимаете, так как оно округлое, то все вот это, да, вся вот эта вот краевая часть, непосредственно которой прикрепляются лепестки, чешелистики и тычинки. Они крепятся к определенному месту цветоложа. На это, как вы понимаете, завязана проводящая система. Так вот, это конкретное место может сильно разрастаться. И, как вы понимаете, она, если цветоложа должна быть вот такой формы, то в итоге цветоложа становится вот такой формы. Это, как вы понимаете, на поперечном срезе. То есть конкретно место, к которому крепятся чешелистики, лепестки и тычинки, сильно разрастается вверх. Причем может разрастаться довольно сильно. И в данном случае у данного гибискуса суданской розы, да, разрастается, ну, вот оно в виде сочной части. Если мы говорим про разоцветный, про плодовый разоцветный, в данном случае это яблоня, то, как вы видите, здесь как бы вот это вот разрастание гепантина, да, ну, оно не выглядит так, как у гибискуса, но, тем не менее, в дальнейшем оно будет принимать активнейшее участие, ну, например, у яблок и груш в формировании плода. Вот, поэтому гепантина такая довольно интересная структура. Ну, вот здесь мы это тоже хорошо видим, и в итоге, ну, зависть-то завязью, это ладно, а вот эти вот разросшиеся части, они очень часто довольно сильно играют. И в зависимости от того, что у нас делает гепантий и как цветолож разрастается или не разрастается, мы можем выделить как минимум три положения завязи относительно цветоложа. Итак, вопрос к вам. Эту картинку я взяла из англоязычной Википедии, она очень адекватная, хорошая, вот поэтому я ее взяла. Итак, вопрос к вам. Как будет называться зависть под номером один? Ну, если что, можно включить динамик и сказать устно. Верхняя, Зинят, Зинята, ты вот стесняешься со мной поговорить при помощи микрофона? Как ты, что такое? Хорошо, верхняя, да, совершенно верно, это верхнее положение завязи. Почему? Потому что все части пестика, который здесь нарисован красненьким, оказываются ровно над цветоложем. Нет, я сейчас просто на улицу иду. А, понятно, хорошо. А ровно противоположная картина циферки один – это циферка три. Нижняя. Да, совершенно верно, это нижняя зависть, Злата, молодец, когда зависть полностью погружена в, соответственно, цветоложа. Но не всегда погружение происходит в цветоложа. Вот мы сегодня с ребятами на практикуме разрезали, кого мы разрезали. Ну, нет, сейчас, сейчас я тут плю. А, ирисы, например, ирис или цветок орхидеи мы разрезали. И там зависть, она как бы даже оказывается ниже цветоложа, она оказывается прямо вот в цветоножке. То есть если резать, то это прямо вот нам. Поэтому формирование вот этой вот нижней зависти, оно не всегда как бы связано с разрастанием и формированием гепантии. То есть это не всегда история. Еще раз давайте посмотрим на предыдущую картинку. Что мы здесь видим? Вот то, что здесь обведено кружочком, это, соответственно, вот здесь вот эти семизачатки. То есть зависть, вот она. Все оставшиеся части цветка оказываются ровно над завистью. Но здесь зависть нижняя из-за того, что сформировался гепантия. Есть другие истории, когда зависть нижняя. То есть не всегда это будет происходить за счет формирования гепантии. Вот интересная, конечно, циферка 2. Что вы мне скажете про циферку 2? Как это называется? Это полунижняя зависть. Совершенно верно. И вот она очень часто формируется. Сейчас, а почему это называется? А, мне надо поменять все это дело. Ладно. Надо поменять подписи. Ладно. Надо здесь подписи поменять. Ну ладно, не важно. Собственно, вот циферка 2, она очень часто формируется за счет образования гепантия. Так что, соответственно, нижняя, верхняя. Так, ладно. Давайте мы другую. Вот так вот мы возьмем с вами. Ладно. Надо, конечно, поменять название. Но не важно. Итак, еще раз то же самое. Только давайте в картинках немножко в других. Значит, у нас есть верхняя зависть, нижняя зависть и полунижняя зависть. Когда мы с вами говорим про картиночки, это классические картиночки, это я их взяла из учебника Людмилы Ивановны Лотовой, давайте посмотрим и подумаем, какая зависть является какой. Итак, А, Б, В, Г, Д, Е. Ой, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Не отключил звонок. Так вот, вопрос к вам. Первое. Как вы думаете, как называется зависть номер А? Верхняя. Да, верхняя. Зависть номер Б? Верхняя. Почему верхняя? Объясните. Злата, только говори погромче, пожалуйста. Она прям открытая как бы. Да, на самом деле нас здесь не должно смущать, нас не должно смущать, что здесь происходит как бы разрастание цветоложи, да, все равно, если мы говорим про место крепления, все-таки зависть. Мы же расцениваем, сейчас я должна как-то сформулировать. Мы расцениваем положение зависти все-таки относительно цветоложи. Цветоложи может либо разрастаться, либо нет, но самая главная, исходная точка цветоложи нас интересует. Это место в цветоложи, от которого расходятся проводящие пучки, которые будут питать там тычинки, питать тычинки, лепестки и так далее. То, что у нас разросся гепантий и то, что там находятся проводящие пучки, они уже как бы поделились, они уже разветвились. Исходная точка ветвления всех проводящих пучков будет находиться здесь. То есть мы оцениваем, а где будет находиться этот пучок. Он находится выше или ниже завязи. Вот что нас интересует. Да, действительно, В у нас будет верхнее. Что касается В, вот тут надо аккуратненько подумать, непросто. Верхнее. Нижнее. Верхнее, полу, может быть, нижнее. Мне кажется, верхнее. А вот смотрите, обратите внимание, пожалуйста, что стенки гепантии не срастаются со стенками завязи. Может, это вас на что-то натолкнет? Они не срастаются, то есть они не... Ладно, в общем, подумайте. Хорошо. Вариант Г. Вариант Д сложный. А вот Е, ну ладно, но Е тут, в принципе, понятно. Если что, это вот так вот. Верхнее или полу? Полу-нижнее. Вот это как раз полу, да, действительно. Так, ну давайте смотреть правильные ответы, потому что я... Сейчас держи. Вот, да. Значит, смотрите, ну здесь верхняя зависть, все понятно почему, здесь как бы нареканий никаких нет. Здесь, что очень важно на рисуночках В и В, здесь есть гепантий. Да, действительно, но так как не происходит срастание стенок гепантии и стенок завязи, с точки зрения питания, помните, я говорила, да, что самое важное, это вот этот пучок, от которого все расходится, да. Мы все-таки оцениваем относительно проводящей системы. Здесь не происходит слияния, и поэтому точка распределения проводящих пучков оказывается под завязью. Поэтому все равно завязь верхняя, несмотря на то, что место отхождения тычинок лепестков у чашелистиков оказывается над завязью. Тут нужно внимательно смотреть. Такие, сразу скажу, что такие цветки не суперчасто встречаются, просто понятно, что так как учебник Людмилы Ивановны охватывает все возможные, ну, максимальное количество вариаций, да. Он все-таки справочный, то, конечно же, она это все нарисовала. Следующий вариант – это нижняя завязь. Полунижняя. Извиняя, а почему ты написала полунижняя? Не-не-не, ладно. А, хорошо. Следующий вариант – это уже непосредственно нижняя завязь, и она может формироваться несколькими вариантами. Первый вариант – это когда, соответственно, погружено все вниз. А, это у меня опечатка, точно полунижняя. Ну, хорошо, я исправлю. Да, это Зинят вот просто посмотрела на вот это слово и посмеялась. Значит, первый вариант – это когда действительно происходит погружение, ну, здесь все понятно. А в другом варианте, когда все-таки вот здесь вот у нас разросшиеся гепантии, а здесь у нас тоже разросшиеся цветоложи, но оно как бы прирастает все равно к стенкам завязи. Поэтому с точки зрения распределения проводящих пучков, здесь, конечно, ровно противоположная картина, нежели чем, например, в варианте В. Ну, и вариант Е – это полунижняя завязь, тут все более-менее понятно. Осталось нам с вами выяснить, что же значит вот эти вот странные слова – подпестичный, надпестичный, околопестичный и так далее. Нам эти слова и эти термины понадобятся, когда мы с вами будем обсуждать формулу цветка. Потому что в любом случае мы их будем обсуждать. Что же это значит? Забегу вперед и скажу, что когда происходит формирование формулы цветка, когда мы ее пишем, записываем, там есть определенный порядок воспроизведения информации, которую человек должен понять, прочитав эту формулу. И одна из информаций, которая находится в формуле цветка – это положение завязи. Но напрямую, я уж не знаю, кстати, почему так с точки зрения истории, но напрямую эта информация не указывается. Когда мы видим значение последнего, не последней части цветка, в общем, самое последнее, что описывается в формуле – это то, как выглядит пестик. Из какого количества плода листиков он состоит и так далее. И вот, например, пишется какая-нибудь там, ну, циферка, например. Ну, например, вот так вот напишем. А дальше мы должны указать, а какое же положение завязи. Я думаю, что вы встречали в формулах цветка положение определенных черточек. Вот могут быть три расположения черточек. Черточка над цифрой, черточка под цифрой и черточка рядом с цифрой. Возникает вопрос, что же обозначают эти черточки. А они обозначают пестичность цветка. Привожу пример. Итак, у нас вариант А демонстрирует нам верхнюю зависть. Я думаю, что ни у кого нет вопросов, что действительно это верхняя зависть. Но все оставшиеся части цвета, а именно чашелистики, лепестки и тычинки, оказываются расположенными под завязью. Они крепятся под пестиком. Поэтому такой цветок с верхней завязью называется подпестичный. И когда мы видим растение с верхней завязью, мы должны черточку поставить снизу. Я напишу здесь вариант А. То есть в формуле цветка мы указываем не положение завязи, а пестичность цветка. Дальше варианты В и В. Да, это верхняя завязь. Но еще раз мы указываем пестичность цветка. А это околопестичные цветки. И это означает, что здесь мы должны поставить черточку рядом с цифрой В и В. Вариант Г и вариант Д – это нижняя завязь. А все оставшиеся части цветка крепятся над ним. Поэтому мы должны поставить черточку сверху. Это у нас будет вариант Г и Д. Ну, полунижняя завязь и полунотпестичный цветок – это, в общем, околопестичный цветок. Поэтому сюда же мы должны будем приписать букву Е. Вот такая вот интересная история. Поэтому, когда мы говорим про формирование формулы, мы все-таки должны помнить, что мы не положение завязи обозначаем. Мы обозначаем пестичность цветка – околопестичный, подпестичный или надпестичный. Поэтому история может быть такой, что завязь может быть верхняя, а цветок все равно околопестичный. И мы в формуле цветка должны будем указать то, что он околопестичный. Вот такая вот интересная история. Ну, вот они, замечательные примеры. Это, кстати, цветок кактуса. Ребята, вспомните название. Может быть, вы вспомните название кактуса, из которого формируется дрэгонфрут. Вот этот вот с латыни у меня прям совсем беда, прям позор. Кирилл, он относится к опунциевым, но это не опунция какая-то там, а он как-то по-другому называется. Ну, в общем, представьте себе, что такое дрэгонфрут. И вот он формируется из такого красивейшего, замечательнейшего цветка. Вот он у нас, соответственно, вот это у нас рыльца. Дальше у нас идет, вот он, беленький столбик. И вот она у нас зависть. Все оставшиеся части цветка, они, соответственно, крепятся выше. Вот они. Это вот нижняя зависть. Ну, соответственно, тут яблони, понятно. Верхняя зависть, это у нас тюльпанчик, если мне не изменяет память. Питая, да, питая, питая, питахая. Да-да-да-да-да-да, она, она. Соответственно, это верхняя зависть. Ну, тут все понятно. Верхняя зависть. У лилии тоже самое. Ну, полунижнюю я, кстати, не привела, потому что я что-то не вспомнила вариантов. Когда мы говорим о том, что, соответственно, есть верхняя и нижняя зависть, надо еще вспомнить, что части цветка могут располагаться по-разному. Мы с вами говорили и про фолиарную теорию, мы с вами говорили и про ивантовую теорию. И на самом деле получается, что, обобщая все это дело, вспоминаем еще раз Вадима Николаевича Стихомирова, все очень вариативно. Так вот, расположение частей цветка может быть очень разным, но может подчиняться круговой логике, что все располагается кругами. Мы сразу вспоминаем наши с вами диаграммы, а может подчиняться очередному филотаксису. И тогда у нас может быть спиральный цветок, либо у нас может быть круговой цветок. На самом деле может быть что-то среднее, это полукруговой цветок, когда какие-то части располагаются кругами, а какие-то по спирали. И причем неважно, там может быть такое, что, например, чашелистики с лепестками и кругами, а там тычинки, особенно тычинки, с пестиками по спирали или наоборот. Ну, в общем, по-разному бывает. Отвечать на вопрос, почему так произошло, почему у кого-то так, а у кого-то по-другому сложно, не знаю. Так пошла эволюция. Потому что когда Вадим Николаевич оценивал, ну, собственно, и писал свои исследования, понятно, что он опирался не только на исследования, проводящие систему, так и далее. Конечно же, оценивалось, а вот у тех семейств, семейств всяких клад, которые мы считаем более древними, у них какое там расположение цветка, спиральное или круговое, кого больше и так далее. В общем, тут, конечно, ответить на вопрос, почему так, непонятно. Но, тем не менее, когда мы с вами пытаемся диаграммировать, мы все-таки используем те растения, у которых круговые цветки. Понятно, что диаграммированию поддаются и спиральные, и полукруговые. Очень часто так и происходит. Но другое дело, что когда мы говорим про спиральные цветки или полукруговые, число частей там такое большое оказывается, что на диаграмму очень сложно это носить. А в условиях, конечно, олимпиадной деятельности понятно, что вам никто не даст диаграммы спиральных цветков или полукруговых. Ты, конечно, понимаешь, бывают разные уникумы, но, скорее всего, нет. Скорее всего, не дадут. Вот они, наши прекрасные, замечательные спиральные цветки. Я думаю, что вот этих, вот этого товарища узнали. Ох, мать. Это, соответственно, лютиковые. Это калужница. Значит, у нее как? У нее наружные лепестки располагаются кругами. Ну, собственно, как и у этого тоже. Мороскова делала. Кругами располагаются лепестки с чашелистиками. А вот все, что касается тычинок, стаминодиев, этих, как его? Пестиков. Там все, соответственно, располагается спирально. То же самое и клубнички. Соответственно, чашелистики с лепестками там все понятно. А тычинки на самом деле там тоже еще не по спирали, а кругами. А вот пестики там, конечно, располагаются уже кругами. Ну, а теперь мы с вами перейдем к классическому описанию цветков и характеристик. Я думаю, что тут долго останавливаться не надо. Я думаю, что вы более-менее все это помните. Ну, начнем мы с вами с самой нижней и самой наружной внешней части, а именно с чашечки. Итак, чашечка – это совокупность всех чашелистиков. Чашечка бывает сросно-листная или раздельно-листная. Здесь важно понимать, что здесь используется корень лист. И это очень важно. Тут главное не перепутать. Ну, сросно-листная или раздельно-листная определяется принадлежностью к семейству. Ну, иногда это еще определяется степенью защиты. Ну, типа сросно-листная лучше защищает, хотя так себе. Оправдание не всегда. Обычно, конечно же, чашелистики имеют такой зеленоватый оттенок. Ну, то есть они максимально близко по строению, если вообще это можно быть близким по строению, к обычным листьям. Они очень часто фотосинтезируют, то есть они зеленые. Но не всегда так. Иногда, конечно, они… Извините, пожалуйста. Иногда чашелистики очень сильно напоминают лепестки, тоже играют функцию привлечения. Ну, например, если мы вспомним какие-нибудь с вами дельфиниумы, то у них, конечно же, чашелистики, ну, если ты не знаешь, довольно сложно отличить. Вот. Очень довольно часто можно встретить такие цветки, у которых чашелистики постепенно, в зависимости от возраста и от расположения, они чаще всего располагаются по спирали, то есть сначала прям такой чашелистик-чашелистик, а потом все это постепенно перерождается в лепестки. То есть такой непрерывный морфологический ряд. Следующий. Ну, вот, да, соответственно, чашелистики имеют… Чаще всего, конечно же, чашелистики располагаются в один круг. Но иногда встречается очень интересная такая картина, и тут представлена у нас земляничка, и здесь почему-то чашелистики располагаются в два круга. Но это не просто чашелистики, это очень особые ребята. Если вы внимательно присмотритесь, они более темно-зеленые, они более узкие, не такие широкие, то есть если чашелистики довольно широкие, то вот эти внешние ребята оказываются более узкими. Они располагаются в самом периферийном круге, то есть максимально далеко от центра. И это не чашелистики. Это особая структура, которая называется листочки-подчаши. Помимо чашелистиков могут формироваться и так называемые листочки-подчаши. Что это такое? И вообще зачем я вам это все рассказываю? А рассказываю я вам это в контексте того, что, к сожалению, я не привела здесь эти диаграммы. Вы знаете, что в Ломоносове есть такое задание, когда вы должны по определителю пройти, то есть вам дается картинка, и вы должны по определителю, по тем тезам и антитезам, дойти до определенной буквы и, соответственно, вписать правильный ответ. Вот эта вот картиночка. Это, соответственно, картинка из Ломоносова, по-моему, 17-го года, что ли, что-то в этом роде. И там в тезах и антитезах было указано, а вот там такое-то количество листочков-подчаши. Или там, по-моему, было указано, листочки-подчаши отличаются или не отличаются от чашелистиков. Так вот, что такое подчаши? Мы с вами помним, что, исходя из фолиарной теории, все части цветка – это листья. А дальше мы с вами должны вспомнить, а кто такой лист? А лист состоит у нас из четырех частей. Листовые пластинки, черешка, основание листа и... Барабанная дробь – прилистников. Поэтому гипотетически каждый чашелистик имеет право иметь... Уж извините, имеет право иметь. Тут масло масляное. Сейчас я только цвет изменю. Ну вот. Прилистники. И эти прилистники могут срастаться. Вот, например, у нас... Сейчас. Ти-динь, ти-динь. Я это все нарисую. Цвет чернил я или не могу. То есть, вот эти вот листочки под чаши оказывают, представляют из себя сросшиеся два прилистника в соседних чашелистиков. Внешне, конечно, жуть жуткая. Ну, то есть, как, что это такое? А на самом деле все очень поздно. Пожалуйста, я забыла подключить свой компьютер в сети. Итак, еще раз. Листочки под чаши – это, соответственно, сросшиеся прилистники соседних чашелистиков. Поэтому оказывается, что они расположены в самом внешнем круге. Они очень часто похожи на чашелистики, но иногда все-таки отличаются. Ну, например, в наших условиях очень хорошо, хорошим представителем и можно легко увидеть листочки под чаши у гравилата. Вот здесь вот слева показан гравилат. У него такие довольно ярко отличимые, характеризующие гравилат чашелистики, которые имеют три зубца. А при этом листочки почаще представляют из себя такой монолитный узкий такой вырост. Вот поэтому у гравилата все довольно хорошо видно. Сейчас, извините, пожалуйста, я должна кое-что проверить. Ага, все. Дальше. Следующий. А, ну вот, собственно, гравилат я сфотографировала еще летом. Это, соответственно, закрытые бутоны. И вот эти вот, ну, потому что здесь красненькими стрелочками показано, вот это и есть листочки по чаше. Потому что дальше потом этот бутон раскроется, чашелистики потом разрастутся, такие красивые, большие. Вот. А листочки по чаше останутся такими непростанченькими. Вот. Задавая, если вы мне зададите вопрос, зачем нужны листочки по чаше, я вам не отвечу. Функционально никакой нагрузки не несут. Как вы видите, здесь в бутоне у гравилата они не выполняют функцию защиты, в отличие от чашелистиков. Ну, в общем, зачем-то, наверное, они нужны. Следующая наша с вами структура – это венчик. Это совокупность всех лепестков. И венчик бывает сростно-лепестный или раздельно-лепестный. Обратите внимание, что здесь употребляется слово… Да что ж такое? Употребляется слово лепестный. То есть здесь другой корень – лепестный. То есть если чашечка, она там сростно-ли раздельно-листная, то венчик, он сростно-ли раздельно-лепестный. Это важно, не попадитесь на это. То, как могут выглядеть лепестки, то, какого цвета они могут быть, то, как они срастаются отдельно, все вместе или по очереди, то, как они формируют губы, шпорцы и так далее – это всё придаёт нашей жизни прекрасное ощущение разнообразия. Потому что мы все очень любим цветочки. Они все очень-очень красивые. И если чашелистики не так сильно влияют на красоту цветочка, то лепесточки лично для нас являются самой красивой частью. Мы, как опылители, летим на эти разнообразия лепесточков. Понятно, что, конечно, цветок радует наш глаз совокупностью всех частей. Не мне вам рассказывать, какими удивительными могут быть тычинки, пестики, рыльца, чашелистики и так далее. Но нашу душу греют в основном, конечно же, лепесточки. Это вы с такой любовью в этом рассказаете? Ну да, потому что я люблю лепесточки. В конце концов, так как моё детство прошло на даче, ну, большую часть года, ну, наверное, где-то с апреля по октябрь в моём детстве дошкольном мы проводили на даче. И так как там постепенно, постоянно зацветали разные цветочки, то мы очень часто с друзьями питались подноженным кормом. Этим подноженным кормом были всякие клеверы. Вообще-то, если вот съесть головку клевера, ребята, это реально очень вкусно, она прям сладенькая. Флоксы, флоксы очень вкусные. Кого мы там ещё ели? Ну, правда, ещё муравьёв ели, но это ладно, это не цветочки. Вот, ну, в общем, цветочки очень вкусные. Дальше. Околоцветник. Как мы помним с вами, околоцветник – это совокупности чашечки и венчика. И в том случае, когда у нас есть и чашечка, и венчик, это называется двойным околоцветником. Ну, бывает и простой околоцветник, когда у нас имеется либо только чашечка, и тогда это чашечка видный простой околоцветник, либо только венчик, и тогда у нас это венчиковидный околоцветник. Казалось бы, всё просто и замечательно, но ботаники бы не были ботаниками, если бы для всего этого не придумали страшные слова. И тут у нас выясняется, что на самом-то деле околоцветник и как бы цветок относительно околоцветника не просто там простой двойной или какой-то, а ахламидный, апохламидный, гаплохламидный, омохламидный или гетерохламидный. Возникает вопрос, зачем я во всём это рассказываю, зачем вы сейчас будете страдать и это всё запоминать. А потому что, зайки мои, вот такие вот задания я встретила три или четыре года назад в Всероссии. Я думаю, зачем? Это же боль. Ну, спроси ты про простой околоцветник. Нет. Вот спросили, вот это прям задание из Всероссии. Тип цветка, клейроползучего, гомогетерогаплохламидный. Честно, до того момента, пока я не увидела это задание, я в душе не знала и не подозревала вот эту вот классификацию. Но пришлось мне её выучить. На самом деле, ничего страшного. Очень логичная, простая классификация, уточняющая морфологические особенности. Есть, правда, очень хорошая классификация, у меня к ней нет никаких претензий. Как вы понимаете, простой околоцветник может быть разным. Простой околоцветник может быть в один круг, в два круга и так далее. Итак, первое, что мы должны с вами отмести, это вот эти вот ахламидные цветки. Там с точки зрения антогенеза довольно сложно определить разницу между ахламидными и апохламидными, потому что по факту и у тех, и у других просто нет околоцветника. Ну, вообще нет. То есть нет чашелистиков, нет лепестков, есть только тычинки и пестики. Всё. Но с точки зрения эволюции, почему нет околоцветника у ивы и почему там нет околоцветника у какого-нибудь паразитического растения, с точки зрения эволюции, это всё-таки разные вещи. Вот, поэтому в принципе, если околоцветника нет, то ну типа ахламидный. Вот ахламидный и всё, а вот апо не употребляют. Дальше. Простой околоцветник. Простой околоцветник может быть разным. У вас все части простого околоцветника могут располагаться в один круг. И тогда это гаплохламидный околоцветник. А если вот мы, например, возьмём с вами тюльпан, у которого простой околоцветник, венчиковидный, но там части цветка располагаются в два круга, то есть там лепестки в два круга располагаются, тогда это у нас будет гомохламидный околоцветник. Ну, и если у нас двойной околоцветник есть и то, и другое, и неважно, какое количество кругов и того и другого, это гетерохламидный околоцветник. Классификация красивая, замечательная. Только вам её зачем знать, я не очень понимаю, но придётся. Ну, соответственно, вопрос к вам. Какой тип цветка у плевера ползучего? Гомохламидный, гетерохламидный, гапло- или апохламидный? Или ахламидный, простите. Итак, вспомним. Ахламидный – это когда ничего нет. Гаплохламидный – это ахло... Кирилл, а слабо дописать слова? Просто ахло. Ещё раз. Ахламидный околоцветник – это когда околоцветника нет. Зиньян голосует за цифру 4. То есть вы считаете, что у клевера нет околоцветника? А что же я тогда ела? Вы чего? Нет, нет, у них есть околоцветник. Значит, ещё раз, ребятки. Где здесь цветок? На что вы должны смотреть, чтобы понять, есть тут околоцветник или нет? Так клевер же – соцветие. Правильно, клевер – это соцветие. Я ела клевер ползучий. Я ела клевер ползучий. Вот его я и ела. Я ела всё соцветие вместе. Это соцветие – головка. Всё это – головка. Теперь вы должны внимательно посмотреть на цветок и оценить, а где здесь один цветок. А один цветок, я сейчас вам его обведу. Вот он, вот один цветок, вот второй цветок. Теперь внимание, вопрос. Да, действительно, это гапла. Стоп, почему гапла? Подождите, ну-ка назад. Гапла. Нет. Вы чего? Зайки мои. Посмотрите в основание. Вы увидите чашечку зелёненькую. Вот она, вот она, зелёненькая чашечка. Вот она. У них есть и чашелистики, и лепестки. Поэтому это вариант Б. Это гетерохлонидный околоцветник. Вот так вот. Понятно, куда смотреть? Или ещё раз объяснить? Предположим, что понятно. Следующее задание. Следующее задание. Тиринь-тинь-тинь. Сейчас. Вот. Это… Сейчас, ребята, как же он называется? Это цветок, который я сфотографировала на Белом море. У нас просто есть биостанция на Белом море. Ой, то ли седмичник как-то он называется. В общем, как-то с цифрой 7. У него просто… Какая особенность? У него тычинки. Когда цветок только зацветает, тычинки располагаются параллельно столбику. По мере того, как живёт в распущенном состоянии цветок, тычинки отгибаются и становятся параллельными лепесткам. И в зависимости от того, все ли тычинки параллельны лепесткам, можно отсчитать, какое количество времени цветок в распущенном состоянии. Вот такая вот интересная история. Итак, вопрос. Какой тип цветка? Гомо, гетерогапла или ахламидный? Гомохламидный. Нет, Зинятушка. Нет. Я его не ела, поэтому я не знаю, ядовит он или нет. Нет, Зинят, не гомохламидный. Гетеро. Да, совершенно верно, Катя. Это гетерохламидный околоцветник. Ну, с лепестками тут понятно, вот эти белёсенькие штучки, это лепестки. А я специально дала вот эту фотографию, потому что если вы присмотритесь, у него чашелистики бледно-бледно-салатенькие, бледно-бледно. Но они есть. И это чашелистики. И это означает, что это двойной околоцветник. И это значит, это гетерохламидный околоцветник. Тоже вариант А, Б. Вот такая вот история. Так, диаграммирование цветка. Ну, давайте вкратце пробежимся и, наверное, обсудим ещё сегодня формулу цветка, а дальше уже с вами приступим к этому, к другой части. Значит, диаграммирование цветка. Да, Злата, это то, что мы делали в эту субботу. Да, это правило, которое я почему-то не показала вам презентацию, рассказывала так у доски. Ну, во-первых, я уже об этом говорила, при составлении диаграмм в основу ложится фолиарная теория, которая говорит, что все части цветка – это бывшие листья, и они подчиняются филотаксису, и они подчиняются принципу чередования кругов для того, чтобы соседние органы в цветке, круги, не затеняли предыдущие нижние органы. Ну, потому что они же помнят, что они листья, а это означает, что надо соседу дать тоже максимальное количество солнечного спектра света для того, чтобы он нормально потасинтезировал. Короче, нужно не затенять соседа. Поэтому принцип чередования кругов говорит о том, что органы в соседних кругах не должны располагаться друг над другом. Они должны располагаться в промежутке друг относительно друга. Тогда принцип чередования кругов будет соблюдаться. И это ярко демонстрирует расположение органов в определенных цветках, в круговых цветках. То, с чего должна начинаться каждая диаграмма. Первое, что вы должны сделать, это оценить, а где же располагается цветок. Где может располагаться цветок? Он может располагаться на верхушке. И тогда это у нас терминальный цветок. И это означает, что мы никак не можем отобразить расположение главной оси и кровящего листа. Потому что, по факту, во-первых, кровящего листа у верхушечного цветка нет, а расположение оси ровно под. Поэтому мы ничего у терминальных цветков не изображаем. И единственное, что мы непосредственно рисуем для терминального цветка, это вот как располагаются чешелистики, крепостки и так далее. Если же мы говорим, что у нас цветок пазушный, то есть расположен в пазухе, то мы обязательно должны отобразить на диаграмме и расположение главной оси, и расположение кровящего листа, и, соответственно, непосредственно саму диаграмму. Это важно. Но сразу скажу, что если вам дали цветок без оси, без кровящего листа, то вы должны отобразить то, что вы видите. Вы не должны придумывать, как располагается кровящий лист и так далее. Это, в общем, придумывать не стоит. Ну, и так, предположим, что у нас есть некий цветок, который мы диаграммируем, как мы, соответственно, все это располагаем. Ну, вот у нас, соответственно, ось расположения оси, вот у нас расположение кровящего листа. Понятно, что я это все теоретически отобразила. Дальше мы, соответственно, отображаем чешелистики. Чешелистики, листочки по чаше, чем называйте, как хотите, все что угодно. Обычно они изображаются фигурными скобками, но их можно нарисовать пустыми, заполненными, заштрихованными. В общем, какими угодно. Главное, отобразите это потом все в легенде. Следующий круг – это лепестки. Они уже изображаются без фигурной скобки, просто такие вот полукружие. Они, опять же, могут быть пустыми, заштрихованными. В общем, неважно, как хотите, отображайте. Дальше мы идем, отображаем тычинки. Тычинки обычно отображаются как два кружочка рядом, потому что тычинка состоит из двух пыльников. Вот, собственно, вы их и отображаете. Единственное, что часто с тычинками такое бывает, что они должны располагаться условно где-то в каком-то конкретном положении, но там вы либо ничего не наблюдаете, либо наблюдаете, в общем, в норме тычинка должна состоять из тычиночной нити и двух пыльников, а на месте предполагаемой тычинки в лучшем случае вы видите такой маленький бугорочек. И тогда вы говорите о том, что это же абортативная тычинка, то есть она должна была сформироваться, мы ее убили. В общем, это абортативная структура. Есть другая непротивоположность, другая ситуация, когда вы даже пупочки никакой не находите, там просто ничего нет, и тогда это областная структура, то есть гипотетически, с точки зрения теории, вы там должны что-то найти, но вы вообще ничего не находите. И потом, исследуя энтогенез, выясняется, что там даже ничего не закладывалось. Это вот тогда областная структура. Но опять же, мы же исходим из наших допущений фолиарной теории, а это же все-таки теория, это же недоказанная теория. Ну, она может существовать. То есть какие-то растения подчиняются этой теории, а какие-то совершенно нет. Поэтому мы думаем, что там должна быть какая-то структура, на самом деле ее там не будет. Сразу скажу, что исходя из принципа чередования кругов, круговые цветки должны располагать свои органы под определенным углом для того, чтобы соседние не затеняли друг друга. Но иногда происходит другая история, когда почему-то соседний круг оказывается, ну, например, тычинки располагаются не в промежутке с лепестками, а тычинки располагаются ровно напротив лепестков. Почему это может происходить? Ну, это может происходить, потому что, например, какой-то круг пропустили. Ну, у ближайших родственников есть, а вот у этого растения, у этого сорта, ну, почему-то нет. Или, в общем, там много разных причин, почему так это может не быть, быть или не быть, да, почему может тем или иным образом что-то располагаться. Все это зависит от очень большого количества факторов. И когда мы говорим про диаграммирование, вы должны понимать, что мы должны диаграммировать то, что мы видим. Не то, что в теории должно быть, а то, что вы видите сейчас конкретно. Вот. На этом очень часто подлавливают на всяких там заданиях и практиках. Последнее то, что мы должны отобразить, и это очень важно, мы должны отобразить плодолистики. Ну, я, конечно, не совсем правильно нарисовала плодолистики. На самом деле, плодолистикам тут нужно еще дорисовать расположение семи зачатков, поэтому, по идее, каждый из них вы еще должны вот так вот дорисовать. Не просто камеру вы рисуете, а еще дорисовываете. Что еще очень важно? Обычно плодолистики не изображаются одной, как бы одним полукругом. Надо все-таки рисовать так, чтобы подразумевать, что у него есть внутренняя и внешняя стенка. Тюльпаны неправильно исполнились. Да, правильно, тюльпаны неправильно исполнились. Вот. То есть, если вы вот так вот нарисуете, это не совсем правильно. Надо вот прям вот так вот рисовать. Вот. Дальше. Что еще очень важно? Если мы говорим о том, что какие-то части цветка срастаются друг с другом, то на диаграмме их нужно соединять сплошной линией друг с другом. Это важно. Именно поэтому, когда мы приступаем к диаграммированию, вы себе вот эти круги, либо вы их вообще никак не рисуете, либо вы рисуете их пунктирной линией. Потому что если вы их нарисуете себе вот так, это априори нам расскажет о том, что у вас все срастлось. Но это же не всегда так. Дальше. Если у нас есть какая-то структура очень необычной формы, например, если вспомнить какие-нибудь губоцветные, у них же типа пять лепестков, но они срастаются неравномерно. У них срастаются три внизу образуют эту губу, и два сверху. Можно, конечно, отобразить пять, и все срослись, но тогда это будет не совсем явственно. Лучше как-то придать реалистичность этой диаграмме. Иногда даже, особенно когда мы говорим про формирование каких-нибудь шпорцев, например, как у дюльфиниума, у них очень часто шпорцы прямо изображают в форме того, как этот шпорец выглядит. То есть, по идее, этот чашелистик нужно изобразить типа вот так вот. Но он же не такой формы, да? Он имеет такой вырост, поэтому очень часто его прямо вот так вот изображают. Художник из меня сегодня плохой, честное слово. В общем, вы поняли, да? Что вы его изображаете максимально реалистичным. Если мы говорим про губоцветные, тоже желательно изобразить эту реалистичность. Ну, опять же, кому как. Кто придает реалистичности диаграммам, кто-то не придает. Ни то, ни другое не считается неправильным. Это в норме. Дальше. Очень важно, что все части цветка должны быть обязательно изображены на диаграмме. Изображены на диаграмме. Это означает, что если у вас есть какие-нибудь прицветнички, тоже поговорим о том, кто это такие, вы их тоже обязательно должны изобразить на диаграмме. Ну, и если у вас какой-нибудь полукруговой цветок, тоже все должно быть изображено на диаграмме. Что самое важное должно быть у вас всегда? Самое главное – это легенда. Если вы не отобразили легенду, то есть, что, например, вот ваша вот такая вот скобочка отображает чашелистики, а вот такая вот скобочка заштрихованная отображает, например, кроющий лист. Вот если вы этого не отобразили, у вас могут возникнуть проблемы. Ну, то есть, если я, как проверяющий, захочу вас завалить, я найду, где к диаграмме докопаться. Но если вы нарисуете легенду, это вас обезопасит. Ну, и вообще, в потенциале, в конце концов, в некоторых учебниках, например, чашелистики отображаются вот так, а лепестки то же самое, только заштрихованы. Это у нас в русскоязычной придумали вот эти вот фигурные скобки. Ну, как, не только у нас, но просто я встречала ботанические учебники, в которых вот такое вот обозначение. Это я потом поняла, что вот, оказывается, вот это вот. Пустой это чашелистик, а вот заполненный это лепесток, потому что лепесток типа окрашен. Легенда не было, я не сразу разобралась. Легенда нужна в потенциале как бы не только вам, но и тому человеку, который будет воспринимать информацию благодаря вам. Вот, поэтому легенда очень-очень важна. Так, давайте на этом мы с вами закончим. А хотя нет, давайте поговорим про цвет. Но давайте еще чуть-чуть, и все, и закончим. Формулы сегодня разбирать не будем. Формулы цветка будем обсуждать. Начнем с формулы цветка на следующем занятии. Итак, ну и последнее, что нужно обязательно помнить про цветки, это, конечно, их симметричность, потому что, так как следующая наша с вами тема это формулы, то в формуле цветка обязательно отображается симметрия цветка. Ну, если можно провести много плоскостей симметрии, то, соответственно, это актиноморфный цветок. Если можно провести только одну плоскость симметрии, то это зигоморфный цветок. А если нет никаких плоскостей симметрии, то это асимметричный цветок. Вот. Ну, кстати, вопрос. Это горох. Как вы поняли, это красивенький горох, а это обычный горох. Вот. Вопрос. Какая симметрия у этого цветка? Это очень интересно. Внимательно посмотрите на все части цветка. Так, что мне пишут, ребятки? Зигоморфный, асимметричный. Так, вот вопрос к Ване и к Зенят. Почему вы считаете, что зигоморфный? Ну, можно посередине такого симметрия привести. Проводишь такую вот, и там на несколько на двух сторон. Вот, Зенят, посмотри, пожалуйста, на чашелистике. И ответь мне. Он зигоморфный? На второй картинке можно пополам одинаково поделить. Ну, да. Понимаете ли, в чем проблема? Проблема заключается в том, что в зависимости от того, куда мы смотрим, если мы смотрим на чашечку, то он актиноморфный. Ну, потому что, господи, пять чашелистиков. Проводи как хочешь. А если мы смотрим на венчик, то Зенят права. Званий. Он зигоморфный. И тут мы должны понять, что симметрия цветка отсчитывается по венчику. Мы не смотрим на чашелистики, мы смотрим на лепестки. Еще раз. Симметрия цветка определяется по венчику. Поэтому, смотря на горох, мы должны смотреть на венчик. И благодаря венчику мы понимаем, что он зигоморфный. У него только одна площадка симметрии. Вот так вот. Ну и все. Формула цветка мы будем на следующем занятии.